Здравствуйте, я Наталья Иванова, имя наречения Олма. Живу я здесь недалеко, в Кабардинке. Я являюсь перинатальным психологом, педагогом, духовной акушеркой, домашней акушеркой, альтернативной акушеркой. Всё это суть одного и того же. Занимаюсь этим около 15 лет. И хочу сказать, что на сегодняшнем периоде, с сентября этого года, я приняла решение обучаться в Питере, там обучая сейчас духовных акушеров, таких как я, или будущих духовных акушеров, обучает это Молли Каллигер. То есть, почему я приняла это решение? Потому что чисто медицинских практических знаний, несмотря на то, что мне достоятся тяжёлые роды, не всегда, но больше 50%, я поняла, что мне нужна практика, чисто медицинская акушерская практика. Почему? Потому что пары плохо готовятся, раз. Во-вторых, потому что они отягощены предыдущими своими негативными родами, их собственными родителями, бабушками. То есть, столько, сколько лет акушерсти. И эта расплата происходит в родах. Отсутствие логики, отсутствие здравомыслия, к сожалению, пар. Летание в облаках очень часто присутствует. Отсутствие ответственности. То есть, на словах говорится много, на деле делается мало. И вот все эти последствия, приходится с ними сталкиваться, принимать их в руки. То есть, я только принимаю роды, я ещё принимаю ту ответственность, которая не наработана у родителей. К сожалению, это так. Пока я не удовлетворена знаниями, те, которые там даются, но я жду. Это двухгодичный курс. Поэтому я призываю тех, кто будет дальше жить в экопоселении, чтобы обязательно в каждом экопоселении была хотя бы одна акушерка. Сейчас ещё не поздно начать обучаться на этих курсах. Вот я думаю, что всё равно вы там возьмёте 70% для себя важности. Чем я могу быть полезна здесь и сейчас на этом фестивале? Я очень активно разъезжаю по всей России со своими выступлениями. Работаю в паре с Ариной Знахарем Тольятти, город Тольятти, 16-го колена. Она является моим учителем. То, что касается славянской и русской здравы. Значит, внимание, там зелёное объявление. Значит, каждое утро в гимнастике по постановке таза хары на место, то есть мочеполовой системы женщины. Подробно там написано. Значит, диски и книги вот на моём торговом месте. По поводу каждой книги, вот они передо мной. Я буду объяснять. Завтра мастер-класс первый, послезавтра мастер-класс второй. То есть все зелёные объявления. Вот. Я стараюсь как можно многограннее ответить всем родителям на все вопросы. Моя задача сделать профилактику, предотвратить все возможные осложнения, с которыми мы сталкиваемся в родах. И я, и Арина, и все другие. Поэтому я вспоминаю те первые фестивали, когда мы здесь выступали. Было очень много, как Саша правильно сказал, эйфории. Было радостно. Правильно, так и должно быть. Но поскольку у нас два полушария, нужно включать осмысление здравомыслия. И нужно больше практических знаний. И вот все те, практически все те пары, которые прошли вместе со мной роды, у всех одно и то же заключение. Если бы не мы, если бы не вы, мы бы сами не родили. Мы бы сломались и уехали в роддом. И действительно, очень многие солисты, называется это соло-роды, к сожалению, потом мне звонят и говорят, что мы не справились, мы уехали. Так вот, я за то, особенно относящаяся к первым родящим, за то, чтобы обязательно акушерка присутствовала рядом, на расстоянии вытянутой руки. И я это обосную и буду доказывать. К сожалению, мне придется это доказывать. Я понимаю, что свою голову я вам всем не вставлю. И свой опыт тоже. Вы можете с этим не соглашаться, можете соглашаться. Но большой риск рожать сейчас, на сегодняшний день, одним, особенно неподготовленным. А степень подготовленности бывает разная. Она будет физическая, духовная, психоэмоциональная. Лучше начать подготовку к осознанному зачатию, потом идет к осознанным родам. Вот, поэтому я всех вас призываю в дальнейших наших выступлениях открыть ваши сердца и видеть, и чувствовать, и знать, и запоминать, почему настолько эта тема глобальная, почему она настолько актуальна сейчас, и почему мы так стараемся здесь, все присутствующие, поднять уровень вашей ответственности. Нам нужно помогать. Нас, единицы, те, которые берут на себя смелость, правильно сказал Саша, большое ему уважение за это. Ответственность, которую мы берем на себя. Но надо нам помогать и быть в содружестве. А полностью перекладывать на нас этого нельзя. Это очень большой риск. Поэтому цените, давайте вместе идти к самой нашей замечательной цели, это как можно большему количеству доморожденных детей. Вот, я жду следующее выступление. Благодарю. Сейчас, пока он идет, скажу. Значит, постановка Хары, Золотника на место с помощью банок. Завтра, пожалуйста, все на гимнастику. Полотенце, спички, яблоко, нож. Там все написано. Все вопросы по ходу вот ко мне сюда. Благодарю. Я обычно говорю, что вместе с вами, с теми, кто пришел, обратился к родам, ну, с помощью, мы готовы брать ответственность. Но вместо вас берет ответственность обычный роддом. Вот там вас приняли, на конвейер положили, и все. И дальше вас уже не спрашивают, как вам, что нравится, не нравится. Так было раньше вообще в 100% случаев. Сейчас во многих роддомах уже начинают сотрудничать с родителями. И это приятно, это хорошо. И вот как раз об этом тоже пойдет речь. О том, что роддом не самое плохое место. И очень часто бывает так, что женщины, самое ужасное, с чем я сталкиваюсь, что женщины идут на домашние роды не осознанно, а из страха перед роддомом. Потому что они насмотрелись фильмов, они начитали журналов, где вот такие вот злые врачи там, они наобщались там. Ну, кто что ищет, тот, кто и находит. Ведь все мы родились в роддоме, и не каждого из нас сделали инвалидом. Правильно? Хотя, конечно, поиздевались над каждым, но инвалид из нас не каждый. Поэтому роддом хорошее место для тех людей, вот как, знаете, бег трусой. Пока ты бегаешь, тебе врач не нужен. Но как только ты упал и сломал ногу, то навряд ли ты поползешь со сломанной ногой к знахарке искать, да? Или в интернет пойдешь, там, домашние, там, переломы. Понимаете? Ну, это же абсурд. Есть специальная служба, которая за это отвечает. Вот. Сислав Глобов. Здравствуйте. Я подхвачу вот слова Александра и напомню, что в 902-93 году прошлого века царь Николай II учредил родильные дома на России для проституток, алкоголичек и бомжих. До этого их просто не было. И до этого все семьи рожали дома с помощью поветух, знахарок и людей, знающих ведическую основу зачатия, вынашивания родов и воспитания благодетельного потомства. Поэтому завтра в 3 часа здесь на главной сцене будет проведен мною круглый стол по ведической науке созидания добродетельного потомства. Это действительно наука, поскольку наследие предков предусматривает такое понятие, как нежелательное население планеты. Вот в силу того, что сейчас 90% женщин узнают о своей беременности после того, как куда-то делись месячные, а потом ей об этом сообщил гинеколог, то получается, что зачатие в 90% случаев происходит неосознанно. При неосознанном зачатии появляется сначала поколение хиппи, потом поколение пепси, еще пару таких поколений, и мы начнем активно вымирать. Поэтому, если речь идет о науке, давайте подойдем к этому серьезно. Эта наука складывается из таких дополнительных наук, как звездочтение в современном мире, называется астрология. Наука соблюдения сословной принадлежности супругов, в ведической традиции это называется соблюдение варновых взаимоотношений. И главное это знание обряда вложения семени, то есть знание того, что, для чего и ради чего происходит на супружеском лоне, ложе. Поэтому я не буду сейчас отрывать ваше время, я передаю слово Александру. Я думаю, что может быть еще я каких-то сделаю пару дополнений, а завтра мы поговорим об этом всерьез. У нас есть лоток, там представлена наша литература, недалеко от лотка Наташи. И мы можете потом после этого подходить, мы поговорим, покажем, что мы для вас привезли. Благодарю за внимание. Здравствуйте. Я живу здесь на Возрождении. Приехал сюда по зову сердца и через сон мне показали, что пора. Поэтому я хочу сказать, будьте попроще. Не копайтесь сперми, не копайтесь там каких-то таких глубоких знаний или глубоких болезней, или что-то происходит у кого-то когда-то, где-то. Вы знаете, что богатыри рождались на Руси от девственниц, такие как Илья Муромик, Добранин Никитич и Алёша Попович. У нас здесь вот, посмотрите, человека три или пять есть, все остальные уже стали маленькими. Поэтому самое главное, найдите, если хотите, акушерку, если вы боитесь муж и жена вдвоем, и если вы чисты, бывает, что одна жена светится, а муж еще пока выпивает и курит, тогда лучше одной и с акушеркой, но с той, которая улыбается, от которой идет сияние, которая сама чиста, и помыслы, и мысли чисты в нее. Это очень важно, чтобы не передать этому ребенку, потому что таинство происходит во время родов, во время зачатия, во время чистоты. То есть в доме иметь марганцовку, это самое такое, не надо там импортные какие-то, это каждый день нужно делать перед тем, как... А роды, они происходят днем, если зачатие будет днем. И дети солнечные, самые богатые жизненной силой и энергией. Поэтому осознанные роды и зачатия должны происходить днем. И муж должен взять на три дня отпуск, потому что это праздник, это осознанное зачатие, уйти куда-нибудь в лес, чтобы никто не знал, чтобы никто не мешал. Только птицы, природа и сам Отец, Бог, Он дает дитя, Он дает манану энергетическую, а потом уже мы ее оплодотворяем. Это очень важно. И когда вы будете рожать, и когда ребенок будет развиваться, просто молчите. Вы знаете, есть плюс и минус. И никто не должен знать об этом. Даже когда вы идете рожать, и не надо прийти в ВОНУ звонить, не надо ругать, что-то-то вы не так сделаете, все так, даже если было не так. И когда по микрофону говорят о каких-то ситуациях, мы все материализуем. Мы должны сказать, что 10% людей, которые рождаются для того, чтобы, может быть, наказать какого-то богатого, что он ворует, ну, вор, Бог его отпустил. А 80-90% рождаются мудрецы, самые прекрасные, самые сияющие люди. И это будет так. Все, что мы произнесем, это все материализуется. Знайте об этом и помните. И если вы будете с ребенком говорить, папа, мама гладит, милый мой, хороший, не называйте мальчик или девочка, вы же еще не знаете. Я вот была по многим городам, и меня прям садят, и смотри, такой темный сгусток, ну, как плотная субстанция. Ребенок закрывается от всех, от соседей, от наработы, от друзей. И все думают, что это миома, бегут, о, что такое темное. Он хочет от всех закрыться, потому что там мальчик, мудрец идет. Есть плюс-минус, которые хотят подменить, вместо него родиться. А он спрятался, как будто он темный, его никто не трогает. Дай Бог, чтобы не ходите на УЗИ, не ходите. Разговаривайте с ним без пола. Милый мой, хороший, долгожданный, любимый. И уже с первого дня, когда вы пойдете на зачатие, наполняйте его любовью. Долгожданный, мы тебя ждем, мы тебя любим. Ты самый лучший, самый прекрасный, самый большой. И папа, чтобы гладил. Через руку идет энергия, наполнение. И к отцу обращайтесь. И где вы, Мария, обращайтесь. Помоги, наполни, защити. Освободи, если что-то там вдруг где-то. На землю, матушку, земля. Ну все живое. Ко всем обращайтесь. Ручки ложите. Дай энергию, силы. Я буду проводить. В три часа сегодня, завтра, послезавтра буду учить, как брать энергию от земли, от солнца. Многие здесь ходят обесточенные, не знают. Если друг у друга говорят, забрали, отдайте. Это же уже энергия отработанная. А Бог вам сверху с неба дает по серебряной ниточке энергию чистую. И вот я тоже буду проводить и рассказывать сегодня. Я буду рейки передавать завтра, школа расширения сознания. А послезавтра, наверное, все, кто хотят, вот именно самое простое, самое важное. И это все таинство. Спасибо. Ну вот смотрите, какая интересная ситуация. Вот я, допустим, считаю, да, вот, поскольку я ведущий круглого стола, я буду немножко так вот заваривать эту кашку. Я, допустим, считаю, что оптимально, оптимально рожать вдвоем без никого вообще. И что процесс настолько простой и более-менее даже прозаичный, что вообще, ну, женщина к родам вообще не должна никак готовиться. Единственная задача ее находиться в радости, в благости. И вообще про роды ничего не должна знать, в принципе. И природа все сама делает. Да, я так считаю искренне. Вот. Есть люди, которые считают, что женщина должна весь курс пройти там акушерство и гинекологии, да, и знать все. Есть люди, которые должны знать, что лучше мужа не подпускать лучшую радостную акушерку. А я считаю, допустим, что акушерка всегда будет, не рожавшая женщина вообще рода не может принимать никак, а рожавшая женщина, ну, я так считаю на самом деле, рожавшая женщина будет всегда давить через свой опыт. Всегда будет давить через свой опыт. Она через свой опыт только знает, как роды. А мужчина, он в состоянии с женщиной быть сотворцом. Да? И он в состоянии, даже если с другой женщиной, он способен где-то ее где-то погладить, где-то и там принять на себя функцию мужа. В чем опасность, допустим, и вообще третий лишний на родах, он глубоко противен подсознательно людям, которые, как бы они к нему не относились, я это ощущаю на себе. Он глубоко противен людям, которые его позвали. Потому что, ну что такое третий лишний в постели, представьте. А роды, это же тот же самый процесс. Поэтому я считаю, что третий лишний не нужен. Но я говорю, что про сегодняшний круглый стол. Ведь наша задача предоставить вам всю полноту информации, а ваша задача в действительности определять собой. И пойти на тот семинар круглый стол, который вам и отозвался во груди. И это будет правильно. Официальная медицина перед нами. Всем добрый день. Меня зовут Ксения. Я врач-акушер-гинеколог со стажем 2 года. Но мне этих двух лет хватило, проработав в больнице, понять, что все это, знаете, от локалого медицины вообще не нужна, кроме травматологии. Потому что, как правильно Александр Ларец сказал, что если вы сломаете руку или ногу, вы не пойдете ни в интернет, ни сами дома там пошаманите, а пойдете прямиком в больницу. На самом деле еще акушер-гинеколог, он живет в каждом из нас, это природа. Поэтому, когда меня спрашивают, ну сложно это принимать роды, я говорю, да нет, руки подставляешь, все, там все само происходит. А что, меня 7 лет учили, я не знаю, так и не поняла ни тому. Меня, в общем, знаете, от реальности отводили, чтобы подальше то, что действительно происходит. Ну, в общем, что могу сказать. Акушерство и гинекология, это вот как я работаю, да, я, возможно, даже то, что написано в литературе, этого недостаточно глубоко понять, что на самом деле происходит. Еще я не понимаю, у меня стоит в самой такой блок, что как я буду принимать роды, если я сама не знаю, что происходит, я не рожавшая, у меня нет детей еще. Что происходит с этой женщиной, каково ей вообще, а как это делает, может, мужчина, для меня вообще глубоко непонятно, если честно. Поэтому рожать дома это однозначно, ответственность на себя перекладывать, никакой врач вам не даст абсолютно никакой гарантии, даже в роддоме. Ну, когда я пришла в роддом, уже у нас как бы протектовалось там не кресло, роды на кресле, а роды в кровати уже. Не перерезаем сразу куповину, но врачи надо мной или акушерки стоят, я там все жду, ну, давайте хотя бы минуту подождем, как по приказу. Да режь уже там, черт, давай. Я говорю, нет, я подожду, она перестанет пульсировать. С мужем мы вообще решили, что пока там не отпадет куповина, мы не будем никого перерезать. На самом деле еще вот многие сейчас вливаются в тему сыроедения, я сама сыроед, и все думают, что если я сыроед, то я запросто рожу там дома сама, потому что у меня все заживет тут же, куповина у него отпадет. На самом деле все это не так, все у нас в наших мыслях. Никакой сыроед тоже не сможет, мне кажется, родить самостоятельно, если он не будет к этому морально готов. Если он не осознает и не поймет, что да, это мое, и действительно, если будут уже какие-то перестраховки, то лучше действительно будут мысли, что, а вот, может, я кому-то смогу позвонить, то все, лучше сразу там, я не знаю, чтобы рядом кто-нибудь был и перестраховал, допустим, да, тот же духовный акушер-гинеколог. Вот. Ну, что еще могу сказать? Роды — это классно, я, каждый род, вот, тоже, как Саша сказал, это, я вообще, мне спрашивали, вот, а сколько ты уже приняла, я понятия не имею, у меня даже изначально не было мысли считать, как можно считать детей, да. Я получаю наслаждение, и каждый отец, я считаю, должен получить, мне, знаете, вот, внутри какое-то такое вдохновение, мне хочется плакать от радости, это так здорово, что ты вот, что ничего не было, а тут раз и ребенок, не представляете, как это классно, вот. Ну, в общем, каждому желаю пережить этот опыт, я наслаждаюсь этим, хочу это делать, потому что понимаю, что пусть мы, пусть это, никто в этом не нуждается, да, по сущности нашей, никому не нужен акушер-гинеколог, мы сами, они уже есть, но кому, когда нужна будет помощь, я всегда отвечу на любые вопросы, ну, потому что это мое любимое дело, безвозмездно. Аплодисменты. Мне уже нравится, вот, идея, по-моему, уже удалась, хотя это только начало, поверьте. Следующая точка зрения на домашний, и вообще на тему рождения, ведь мы сегодня разговариваем не о домашних родах, хотя все понимают, что лучшее место для рождения дома, даже по медицинским показаниям, я изучал этот вопрос, в том месте, где ты живешь, практически невозможно подцепить никакую инфекцию, потому что ты уже естественным образом адаптировался на всех микробов, на всех, и вот, поэтому я очень не одобряю роды, там, экстремальные, там, в лесу, там, на море, там, еще где-то, это очень большой стресс, так же, как и роды в роддоме, то есть там чуждая человеку среда бактериальная, и возможность инфицирования очень великая, вот, а чего не скажешь о домашних родах, дома все к тебе привыкло, стены берегут, тебе помогают, вот, и, конечно же, мы за домашние роды, при этом не исключаем возможность медицинской помощи, потому что, ну, что, что, что таится, что не можешь какать, да, не можешь, не мучай попу, да, вот, сделай клизму, то есть это, это нормально, к сожалению, это в нашей жизни происходит, и следующая точка зрения на вопрос, желательно вкратце, да, у нас пока только заваривание кашки, будет еще возможность высказать. Мне сейчас 62 года, у меня две дочери, рождение 2003 года, Радхарани Николаевна, и 2006 года, Каанде, вот, значит, значит, с первой дочери у нас произошли вот такие, я вкратце скажу, значит, жена на сохранении была больше семи раз, вот, я, конечно, был против, но в эти дела не входил, не влазил, и дал ей полную возможность родить и в роддоме, и все прочее, значит, в роддоме родилась ребенок, девочка, хорошая девочка, но потом ее, как-то там, получил инфекцию эстафилококк, я тоже об этом не знал, где-то в 7 или в 8 месяцев, я только обнаружил, что у нее обезвоживание идет и сильный понос, пришлось опять обратиться к медикам, отвез ее там в Сиркес, в общем, помогли ей, вылечили, ну, и при этом, в общем, уничтожили практически всю флору, микрофлору желудка, пришлось там применять опять восстановительные средства, вот до сих пор она страдает желудкой, но это просто информация, я не говорю, плохо это или хорошо, это я делюсь своим опытом. Следующая девочка, когда я узнал, что она уже забеременела супруга, значит, у меня, и у ней происходили такие процессы, опускание, выкидыш плода, значит, я делал просто обыкновенный такой способ, подходил, прилагал к супруге лечь, брал свои две руки, чистые, конечно, клал на живот и разговаривал с ребенком, я не знал, девочка или мальчик, я говорю простые слова, здесь отец, успокойся, еще тебе не время выходить, поднимайся, иди на свое место, я здесь с тобой рядом. И вот эти вот слова легко и просто действовали, плод поднимался опять наверх и восстанавливался, ну, где-то две-три недели у нас никаких проблем не было. Ну, так же мы в сельской местности работаем и живем там, есть определенный физический труд, может быть, если где-то ведро подняло где-то, и постепенно опять получалось то же самое. И вот так на протяжении вот этих девяти месяцев легко и просто, акушер у нас вызвать проблема, найти врача достойного проблемы. Ну, перед родами мне супруга сказала, она у меня в сознании Кришны была, сейчас не знаю, да или нет, значит, она хотела или желала рожать дома. Я просмотрел все свои за и против позиции, ну, и было такое, я был бы за рожать дома, но дело в том, что я был не готов ко всему этому, это не было, и здание соответствующие условия, и обратился к медикам, попросил помочь их, и чтобы роды состоялись дома, но прислали всю технику, говорили, мобиль там, и остальное, все прочее, акушеров. Не знаю, они хотели или нет, но клялись бы, жили, что при всем, при всем том, что они приедутся и будут мне помогать, что супруга моя не в состоянии рожать дома, потому что могут быть такие проблемы, как сильное кровотечение, и вам никто не поможет. А она очень сильно боялась роддома. Вот когда мы ее повезли в последний раз в роддом, я ей просто спокойно рассказывал, что ты родишь даже так, что ты даже и не заметишь. Вот. И в конце концов, вот так и получилось. Она пошла в туалет, что-то ей захотелось, как она рассказывает, и в этот момент у нее вышел ребенок. Успели еле только поймать его здесь вот руками. Все. Она даже не почувствовала ни боли, ничего. Через три дня я приехал, когда мне позвонили, что ребенок родился, здоров, все нормально. Я просил единственное всех, чтобы не делали прививки. Ну, мне обещали на всех уровнях, прививки никакие не будут делать. Значит, в этот момент все-таки ей сделали одну прививку. Когда я приехал в роддом и узнал, что сделали прививку, я сразу решил забрать ребенка. Мне его не отдавали на третий день. Говорит, пусть еще понаблюдает, понаблюдает. На шестой день я приехал, потребовал своего ребенка, забрал его оттуда. Мне тоже не отдавали. Я сказал, я все равно выкраду, заберу, увезу. Он не на месте. Привезли мы его домой, девочку. Ну, сами знаете, что там. Нормальный вес, но ребенок есть ребенок, маленький. Вечером принесли корыто металлическое. Родилась она 30 января. Знаешь, в феврале, 6-го, где-то числа примерно, привезли. Два ведра холодной воды, ледяной воды. Мне, говорит, опускай ее в воду. Я взял на руки, посмотрел на этот маленький плод и думаю, я бы сам опустился сто раз под воду, самую ледяную. Но опускать такого ребенка, у меня сердце кровью облилось. А я супруге, говорит, опускай. Опустил раз, два, третий раз опустил. Вот раздулась, как шар, красная стала. Потом как? Вот дала такая сирена, знаете, вот. Все из нее вышло и сразу под грудь и уснула. И вот с этого дня она у меня начала ходить по снегу, ела сосульки, в общем, все-все-все, обливалась холодной водой. Обливалась холодной водой. Она не знала, что такое вообще холодная вода. Она вот возьмет ковщик, выйдет на улицу. И вот ледяной водой обливается. И никогда не болело ни насморк, ничего. Единственное было, весной и осенью у них были очищения организма. Течет с носа, поднимается температура. Мы, значит, берем, прямо идем в озеро. Супруга заходит с ней вместе в озеро и ныряет. Так сбивали температуры. Да, деда был, за 40 температур идет, деда уже по 41. Тогда опускаем в холодную воду. Все. Больше мы ничего не делали. Меня там считают варваром, издевали там, в общем, садистом, негодяем, не знаю кем-то, в общем. Что я издевался над детьми. Ну, зато никакие медпрепараты мы не применяли. Хочет она кушать сосульки? Идет кушает. Я им приношу сосульки, сбиваюсь, они едят. Ходят и с землю. Они все с землю едят. Приходят, глину, все, пожалуйста. Вот такое воспитание. Зашло, сейчас меня все не обвиняют. Таким образом, плавно переходим в системе воспитания, да? Ведь важно не просто родить, а еще и что потом дальше делать с человеком, да? Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Маргарита. Первый раз я сюда приехала, когда мне было 18 лет. Книги Мегре я прочитала, когда мне было 14. И, соответственно, ну вот с 14 до 18 я просто их читала, просто мне все это нравилось, просто все это было классно. В общем, в итоге к 18 годам, когда я сюда приехала, пожалуй, тут полгода, я вдруг почувствовала, что, ну как бы даже несмотря на то, что все так классно, смысла в жизни я не вижу особого. Вот. А при этом как я жила? Ну просто в палатке, просто в водопад. Ну просто там покушала, поспала, походила там к дольменам, туда-сюда, ну и ладно. Вот. В какой-то момент я почувствовала, что надо с этим делом завязывать. Вот. И, ну, Мегре пишет, что, значит, почему в школе не преподают предмет, который бы готовил, вот самый главный, готовил бы к семейной жизни, который бы готовил к материнству. Я думаю, правда, почему, что такое я школу любила, тем не менее, вот предмет такого не было. И я чувствовала себя неготовой. 18 лет, возраст такой, что молодые люди обращают внимание, предлагают сотворить пространство любви, согласия не возникало. Ну, то есть желание есть создать семью, да, когда человек реально появляется, возникает ощущение, что я боюсь, не хочу, не могу, у нас ничего не получится. В общем, в итоге я таки нашла учебное заведение, в котором готовят к тому, чтобы быть супругой, женой, мужем, отцом, матерью. И там училась 7 лет, ну, училась до тех пор, пока не почувствовала, что поступить было трудно, первые 3 года не училась, просто жила, потом училась. Пока не почувствовала, что я могу ответить, да, что я могу пойти, встать на этот путь. Вот, я там была, теперь я жена, и теперь мы ждем нашего первого ребеночка с мужем. Вот, и, ну, вот, не знаю, когда мы готовились, я всегда считала, что мама, она должна вести активный образ жизни, она должна, ну, светиться во всем, ну, собственно, как и папа тоже. Ну, я про себя думала, потому что я мама. Вот, и так получилось, что вот в этом году летом, это был третий месяц нашего ожидания, мы с мужем поехали устраивать, он детское поселение, детский лагерь, а я семейное поселение. То есть достаточно динамичная, напряженная работа, но у него больше, не то, что больше, как бы поров на физическое и духовное, у меня больше, конечно, внутреннее, потому что со взрослыми людьми работать, ну, как бы, там, активности такой физической, может быть, не нужно, но постоянно нужно трудиться душой, потому что приезжают семьи с вопросами, ну, скажем, семья несозревшая, люди несозревшие создали семью, и у них, там, на грани развода. Или там, не на грани развода, но все равно куча вопросов, вот, почему так, а почему не так, вот, и поэтому очень много, очень-очень много приходилось трудиться. И этот труд, я просто чувствовала, что малышу это очень нравится. Когда я приехала обратно домой к себе, то вдруг директор школы, знакомая моя, она вдруг поделилась со мной такой мыслью, говорит, ты знаешь, я так хочу, чтобы вот старшеклассники мои, чтобы вот, ну, их как-то подготовить к семейной жизни. Она, ну, просто человек, просто такой очень-очень живой человек, вот. Я говорю, знаете, я очень хочу преподавать такой предмет, который бы готовил старшеклассников, и не только старшеклассников, к семейной жизни. Вот, и, в общем, мы с ней начали готовиться, вот, весь август я активно готовилась, пыталась найти что-то в книжках, там, спрашивала у Вселенной, вот, и теперь приехала с этим вопросом к вам. Потому что вопрос, на самом деле, очень такой серьезный, у, тут, как бы, собрались, я так понимаю, что в основном родители, да, вот. Я хотела сначала заявить отдельный круглый стол, но мне, если честно, было очень страшно, поэтому я подкрылась, как Саша Ларина, так вот, спряталась. Вот, и, в общем, тема какая? Я считаю, что в лекциях преподать это нельзя. То есть, научить этому так, типа, там, муж-глава, жена-помощница, это, вот, ну, не вариант. Если даже я это знаю, то, вот, реально, в отношениях с мужем моих знаний бывает недостаточно очень часто. Хорошо, что он тоже что-то знает. Мы с ним вместе учились в одном учебном заведении. Вот, и поэтому, вот, свою тему я заявляю, как разработку этого предмета. Искусство создания счастливой семьи. В какой форме, как можно было бы с детьми об этом говорить? Что можно было бы на этих уроках делать с ними, не только говорить? Как это может происходить? Спасибо. Ну, все, кто хотел сделать такое заявление, вот участники, участники круглого стола все перед вами выступили. Каждому участнику вы можете задавать вопрос. Еще у нас, я напомню, что ожидается по возможности, сейчас она на операции делает сложнейшую операцию, но если операция удастся достаточно легко, то к нам подъедет Эльмира Дляверовна, прекраснейшая женщина, главврач генежихского роддома, с которой у нас сложились уже, это очень доверительное отношение замечательное. Мы с ней уже нескольких детей совместно провели, и даже здесь присутствует один такой ребенок, который ребята начали дома рожать, а поехали потом в медицинское учреждение. Вот, и таких детей у нас, ну, не один, к сожалению. Вот в моей практике два таких ребенка, когда люди, ну, не справились. Вот, сами. Вот, однако, начну все сначала сейчас. Сейчас моя, в общем, маленькая, маленькая мини-лекция. Надеюсь, вы меня отсекете через 15 минут, но я постараюсь и сам уняться. Значит, что касается, я когда это получил, знание, именно знание, и именно получил, я оказался к нему не готов, причем оказался настолько не готов, что я даже не мог это переварить. Началось это так, когда я понял, что я буду рожать своих детей сам, дальше, первый ребенок у меня родился в роддоме, Алексей, ему сейчас уже 16 лет. Значит, когда я понял, первый знак, который был, кошки, знаете, что рожают обычно где-то в уединении, да, и что кошки до родов не едят ничего много, ну, в день, по крайней мере, или два, устраивают себе в гнездо. Мы жили у подруги, у которой сейчас уже пятеро детей, и одну из девочек я тоже помогал принимать, Оля Александрова, замечательная барда. И вот ее кошка, кошка вообще к гостям относилась так, с пренебрежением. А тут вдруг кошка вот эта, вопреки всем своим традициям, приходит и начинает так, кошка беременная, ко мне на руки, начинает ластиться, я начинаю гладить, и она начинает у меня на руках рожать котят. Ну, я такой, что это такое? Такой раз, начинаю ее в гнездо уносить, она настырно приходит из гнезда, обратно мне на руки, говорит, давай гладь меня. Вот. И, в общем, мы с ней родили энное количество котят. Вот. Я не знал, чем помогать, но понял, что она и сама справляется. Но почему-то она предпочла это сделать вот не далее, чем в 20 сантиметрах от меня, или вообще на руках. Часть детей она родила вот рядом, а часть котят она родила просто вот на коленках. И вот это видели несколько девчонок, и так вот, я не знаю, почему они так подумали, но было сказано следует, вот бы у меня ты так принял роды. И это, видимо, было, я не знаю. Еще кое-что, есть одно обстоятельство. Моя бабушка светила кушерство и гинекологии, бывший декан, временно была завкафедрой Кубанского мединститута, сейчас это университет государственный медицинский, Кубанский. Вот она там была одной из ведущих специалистов много лет. До этого у нее был огромный богатейший родовой практика, она была одним из ведущих специалистов в разных роддомах. А после этого она еще 20 лет на пенсии работала в смотровом кабинете и ушла в 87 лет с работы только вот, ну, недавно совсем. То есть, когда у нее просто коленка разболелась, ей было на трамвае неудобно пересаживаться там. Трамвай прямой отменили, из-за пересадки она перестала ходить на работу, из-за того, что ей надоело, вот, из-за коленки. То есть, я надеюсь перевести ее сюда и сделать ей частную практику, потому что врача с таким опытом вообще, наверное, трудно сейчас найти. Там почти 60 лет чистого стажа медицинского, представьте. Вот, но к тому же есть еще и маленький момент другой, чтобы сразу вернуть нас на землю. Она говорит, Саша, я боюсь умирать. Я говорю, почему бабушка? Она говорит, ты бы знал, сколько я выгрыбла детей просто в ведровое кино. Ты, говорит, не представляешь, как это. И вот, и вот с одной стороны, она сколько жизни приняла, а с другой стороны, сколько она их выкинула просто. И вот это состояние такое скомканное каждый раз. И она меня тоже консультирует. Сначала она, конечно, скептически относилась к моим упражнениям с родами, но в какой-то момент случилось следующее. Она мне передала инструменты, еще те сталинские, ну, свои вот, медицинские. Я ими ни разу не пользовался, слава богу. Но она сказала, ты хороший, ты был бы хорошим врачом. И для меня это я действительно тогда вот. И тогда я чуть не прислезался. И сейчас вот такой комочек. Вот. А еще следующий момент, это было уже, я так скачу, по временному древу. После кошки у меня начались, через какое-то время, когда у меня уже появился свой ребенок, абсолютно осознанно зачатый, Мирон Александрович Ларин. Вы все его, наверное, знаете. Если не узнаете, ну, познакомим. Они сейчас придут наверняка. Вот. Это был первый. Когда я понял, что я без вариантов буду сам принимать, я стал, знаете, бывает состояние, когда это не сон и не явь. Оно настолько реально, что это реальнее, чем любая реальность. Реальнее оно тем, что ты находишься в этом состоянии абсолютно здесь и сейчас. И я начал принимать во сне и наяву одновременно вот в этом состоянии. Но я даже не могу сказать, было ли это ночью или днем. Я выпадал в такое состояние и полностью находился в родовом потоке, в мощнейшем. Причем родовой поток был абсолютно неправильный. Были жутчайшие патологии, именно патологии. То там ребенок с каким-нибудь предлежанием жутким, я даже сейчас слов таких не выговорю, там врачи могут знать. То там кровотечение, то еще что-то, какие-то страшные ситуации. То там женщины начинают уметь. И самое интересное было для меня, что в этот момент, здесь и сейчас, я вижу по отдельности причинно-следственную цепочку приведшую мать к этому состоянию, отца к этому состоянию, каких-то близких родственников. И главное, зачем мне лично это все, почему я в своей жизни это имею. Ведь я иду на роды, и Наташа правильно сказала, что мы, те, кто помогают в родах, мы в любом случае попадаем на сложные роды. Потому что, когда все хорошо, зачем мы нужны вообще. Когда все хорошо, то все хорошо. Если мы попали на роды, значит это уже причина, если человек пришел, обратился, это уже причина задуматься, что что-то не так. Это для вас не является предостережением, что не обращаться. Если сомневаетесь, лучше обращайтесь. Но если вы обращаетесь, вы должны понимать, что вы в свой процесс, в поток впускаете еще кого-то. И вы должны настолько этому человеку доверять. Ну, представьте, да? Это очень момент такой. И человек должен быть как минимум бескорыстен. Я считаю, что любая платность, кратность деньгам в родовом потоке вообще не может быть. Это уже такая проституция получается, и этого не может быть вообще никак. Момент людской благодарности каждый сам должен регулировать. Поэтому этого не должно быть. И сейчас перехожу к повествовательной части. Я пришел к этому, и я считаю это наказанием скорее для себя. Я же вел очень распутный образ жизни, занимался бизнесом, потом криминальным бизнесом, и абсолютно не думал об этом. Может быть, бабушка мечтала, чтобы я был врачом, и это тоже сбылось. Но папа мечтал, чтобы я был музыкантом. Мама не знает, что мечтала, она здесь может и спросить. А бабушка мечтала, чтобы я стал врачом. Я вообще ничего не мечтал. Я занимался автомобилями полжизни до 30 лет. Занимался профессионально автоспортом, потом автомобилями бизнесом, криминальным автомобильным бизнесом, и вот так вот. И вот после вот этих вот видений, после того, как я принял первые роды, и вторые, и третьи, после того, как люди стали ко мне обращаться, я понял, что я в это залип, что я наказан, и что у меня выхода нет. Я не могу отказать людям. Я отказываю только в том случае, если люди неадекватно себя ведут. Я говорю обычно маме так, и сейчас скажу, хотя хотите, не слушайте. Кто слабонервный, заткните уши. Я могу так сказать. Я всегда люблю людям, говорю, представьте самую ужасную ситуацию, которая для вас самая ужасная, и проживите ее, и смиритесь с результатом. Если вы готовы смириться и к этому как благодарность отнестись, ну, как туров, да? Тогда идите на принимание. У меня были друзья хорошие, очень хорошие друзья. Они сейчас есть, и я надеюсь, что они, может быть, еще доедут до нас. У них был такой случай, что у них прекрасная была беременность, осознанность, зачатие, все прекрасно, все хорошо. И родилась чудная девочка, и все было замечательно. И она прожила какое-то время, и умерла резко, непонятно отчего. Представляете, горе у людей какое было. И как они могли бы быть поломанными. Однако они осмыслили и поблагодарили Бога. И сейчас у них родилась вот вслед, они сразу же почти забеременели, родили реально богиню. То есть девочку, на которую даже комары и мухи не садятся. То есть абсолютно святая девочка. То есть вот святая. Хотя они, вот представьте, вот нас всех жрут, вот вы видели все фильмы о родном. Родное там, родное. Видите, где саманный дом строится? Так вот там такая подробность пикантная. Там слепнее было ужасное количество, просто ужасное. Всех сожрали. Вот она голенько бегала, купалась, вылезалась в пруду. Хоть бы один подлетел к ней. Так же с комарами, так и с любыми другами. Она не знает, что такое кусаться. Ну, то есть она нас кусала, но мы ее не кусали. Она была маленькая, кусаться любила. Кроме шуток. Вот. И теперь вот сам... Вот понимаете, вот я все время на грани стараюсь быть. Все время на грани. Не здесь и не там. Не к медицине и не к безалаберности. Потому что я знаю много случаев, когда люди реально умерли. Все вы знаете, особенно кто на ранней стадии давно подключался. Помните, был спектакль по сотворению. И там девочка играла на конференции в 2003 году. Марина, да, Марина. Играла Еву. И у них с Васей потом получился прекрасный союз. И она просто... Они в поселении рожали. И было все чудесно, замечательно. А утром она не проснулась. Она... Ну... Не важно. Я не хочу гастрономических подробностей этой темы. Но сам факт, что они отнеслись халатно. Вот. И, к сожалению, мы вынуждены вот на этой... Вот я со слезами на глазах это говорю. Мне очень нравились эти люди. И халатности быть не должно. Поэтому я сейчас вкратце через... Вот в течение пяти минут расскажу то, что я знаю про это. Кто знает... Вот с вопроса начну. Сколько длится беременность? Сколько надо? Сколько хочется. Сколько хочется. Вот я знаю, ребята. Я категорически уверен. Я знаю то, что беременность длится от... От... Двенадцати... До... Ну, наверное, там до тридцати, до шестидесяти лет. Беременность. И... Ребенок сам выбирает своих... Я это знаю. Я это видел, как это происходит. Клянусь, я это видел. Я могу это... Ну... Показать, доказать я не могу. Я могу только рассказать об этом. И я несколько лет только учился об этом рассказывать. И меня просили в домашнем ребенке написать статью. Я ее написал. Но она получилась настолько радикальной, что я ее не стал даже отдавать в печаль. Потому что это переворачивает вообще все представление. Но... Современное представление. Но ставит... Когда вы так начнете думать, у вас все встанет на свои места. У меня все встало на мои места. И материнство, и детство, и зачатие, и роды, и воспитание. То есть... Как только мать готова, мать... Она становится, ну, скажем так, в некий... Ну... Чик, лампочка зажлась. И души, которые получают разнарядку на рождение, они уже выбирают время, место, обстоятельства. Маму... Мама нашлась, чик, подселился на полевую структуру. Мама всегда это чувствует. Если она не закружена вот такой чехардой, она всегда чувствует, когда она становится беременной. Я вижу здесь девочек беременных, но не осемененных. Это есть такие люди. И там человек почти никак не может влиять на события материального плана. Но изменить-то мы можем только здесь и сейчас в материи, да? Но попадая на мамину структуру, ребенок опосредованно через маму, через внимание мамы, начинает уже обстоятельства устраивать. Очень четко. И обычно это приводит к зачатию. Так или иначе приводит это к зачатию сообразно с послужным списком, к хорошему, плохому, к осознанному, к неосознанному, к случайному, по пьянке, по залету. Так или иначе ребенок в этом участвует. И от того, как ребенок зачат, во многом зависит дальнейшее. Потому что беременность начинается в этот период. Чик. Иногда это когда искорка проскакивает мимо глаз, вот из глаз в глаза. Вот тогда случается вот это, когда браки на небесах. Люди увиделись, искра проскочила, и в этот же секунд попадает к ним третий, пятый, десятый уже. У них целые гроздья детей взят на полях. Им деваться некуда, они должны сойтись и родить. Иногда бывает по-другому. Это относится вообще, мы никак не можем это, только можем почувствовать. Что дальше? Выстраиваются обстоятельства зачатия, дальше все идет по накатам. Зачатие, беременность, роды. Это почти незначительные процессы. Физиологические скорее. Они в большей или меньшей мере приятные, но физиологические. Они связаны с плотью, связаны с определенными там фрикциями, с определенным уходом. И с определенным состоянием матери при родах. Если мать готова открыться и отдаться мужчине во время, ну, любовного вот процесса, отдаться, раскрыться полностью, ну, отдаться без башни, она легко может забеременеть, и беременность будет легко. Но если она имитировала это состояние каким-то образом, при родах ей будет намного сложнее имитировать, потому что роды так же происходят, как и зачатие. В любом случае, примерно в то же время, и примерно в том же состоянии, примерно в том же настроении. Резко или не резко, вот как зачалие, так и ждите роды. Почти всегда это бывает. Иногда можно это изменить, переосмыслить. Если у вас роды случились, ну, не запланированно, вы можете сознательно найти того червяка, который вас привел к этому в процессе беременности, вот физической, и изменить ситуацию сами. Но кроме вас это никто не сделает. Иногда кто-то может подсказать. Духовные акушерки, я считаю, должны скорее помогать раскручивать эти клубки и настраивать людей на то, чтобы женщина могла полностью открыться, отдаться вообще без башни, ни о чем не думать во время родов. А мужчина должен полностью овладеть ситуацией. И если он кого-то зовет, если он чувствует, что он неполноценный в чем-то, взять на себя ответственность, отвезти ее в роддом, сказать, все, садимся, едем. Или пригласить кого-то, но взять на себя ответственность полностью. Следующий момент. Я предлагаю сейчас не прерываться, чтобы поток не закончился. Следующий момент. Ребенок рождается, и с тех пор я стал очень странно относиться к астрологии и к прочему, да простят меня докладчики, я понял, что сам момент рождения в жизни человека почти настолько незначителен, очень незначителен. Скорее важен момент зачатия, скорее важен момент первого шага, скорее момент важен первого принятия самостоятельного решения. Такие вот моменты, они важны для дальнейшей жизни, но не момент родов. Момент родов ребенок выбирает просто, когда удобнее, когда нужные обстоятельства складываются, он чик и вышел. Потому что для ребенка это всегда неприятно, это всегда мучительный, болезненный процесс, всегда. Что бы вам кто ни говорил, достаточно дискомфортно. Это из одного состояния перемещения в другое, близкое очень к летальному. Ну и для ребенка это всегда неприятно. Наша задача сделать это как можно более комфортно. И настоящие роды подходят только к периоду полового созревания чада. Когда ребенок становится половозрелым, когда у девочки начинаются там определенные места, у мальчика там писем мох, он начинает обрастать. Вот это уже готовьтесь к родам. Вот в этот момент настоящие расколбасы происходят, настоящие мучительные процессы, которые принято называть кризисом переходного возраста. Это не что иное, кроме как настоящие роды. В этот момент матери надо приготовиться к тому, отдаться, раскрыться как цветок и отпустить это чадо. Все. Через какое-то время этот человек этот к вам не будет иметь ровным счетом никакого отношения. Вы можете с ним дружить или можете никогда не общаться, но так или иначе, когда вы заявляете в небесную канцелярию о своей готовности к материнству, вы заключаете своеобразный контракт. Вы обязаны выполнять свои функции как мать в течение определенного количества времени до полового созревания. После того, как вы выполнили эти обязанности, вы никакого права, никакого отношения к этому человеку не имеете. И никакого. Никто вам не дает морального права. Но награда за это вам заранее гарантирована. Человек приходит чистейший, с полнейшим пониманием, с полнейшей вообще включением во все процессы. Для интернетчиков это как такой безлимитный интернет. То есть вы опосредственно через ребенка можете обучиться всему, чего хотите. Он полностью приходит сделать вас счастливым. Его задача любого человека светить. И вы заметьте, что бы сейчас ни происходило, что бы сейчас ни происходило. Вот если сюда сейчас принесут младенца, мы все забудем про Ларина. На партийный съезд, на любой, куда угодно. Можно младенца внести, и все забудут, о чем говорили, будут смотреть на младенца. Это свойство человека первого, чистого, любого абсолютно. Все мы такими были. То, что мы утратили это состояние, это наша проблема определенная, и об этом мы будем тоже говорить. Но в тот момент, когда человек через вас приходит, вне зависимости от своего уровня развития, будет ли он в дальнейшем по жизни алкоголиком или инвалидом, он без ног, без рук может родиться, без глаз, без чего угодно. Вот в момент после рождения, какое-то время, он чист абсолютно. Он пришел выполнять свою задачу. Но самое главное у него сейчас, на первое время, на первые 12 лет, внести коррективы в вашу жизнь. И если он родился с уродством, это урок вам, не ему. Если вы правильно отнесетесь к его уроку, у него уродство перестанет быть за эти 12 лет, он станет абсолютно здоровым и нормальным. Если вы дадите ему возможность выполнить его миссию, прислушаетесь к нему, вы ничему не можете его научить. Вы можете только относиться к нему внимательно. Вы обслуживающий персонал, при этом боги. Вы должны каждый вздох ловить, каждый миг, каждый, каждый, вот. И по мере взросления, по мере набирания личного опыта, он постепенно будет в меньшей, в меньшей, в меньшей степени в ваш нуждаться, и постепенно, вообще будет самостоятельно. Насколько вы сможете открыться этому, поддаться и отдаться этому процессу, я про матерей сейчас, настолько вы будете счастливой женщиной полноценной. Но часто мы видим ситуацию, когда матери вот так вот, вот так сидят до 40 лет, до 60, до смерти. И когда человек, рожденный им, мужик здоровый, просто является алкашом, поддавленным, просто раздавленным. И люди, видящие, видят, что у него пуповина гнилая такая, тухлая, до матери. А мать вот так вот, все, и не отдает его. Это тоже мы видим. Поэтому, женщины, отдайтесь. Даже если вы сейчас знаете, о чем я говорю, я многих здесь вижу, кто уже там, у кого дети взрослые, отпустите их, и у них все будет нормально, и у вас. Да, я по отношению к своему сыну старшему, как отец, несостоятельный. Я это признаю. Я ему это сказал, и вам это говорю. Но по отношению к своим последним трем детям, я в большей степени стараюсь им доверять. Потому что я не вправе решать вопрос, когда они будут жить, а когда они будут умирать. Но мешать им приобретать свой личный опыт я не могу. Поэтому, когда вы видите Любаву, висящую на двух пальцах на мосту, или Мирона, съезжающего с той крыши на попе Галапопова, вы не считаете, что я плохой отец. Я просто доверяю. Я доверяю своему человеку, доверяю своему сыну. И я готов к тому, что если кто-то из них решит уйти по своему желанию, я приму это с благостью, с благодарностью. Хотя для меня это будет, конечно, тяжело. И уйдут ли от меня они в 16 лет, или мы всегда будем дружить, это я не знаю. Но я хочу научиться, обучиться у них всему. Мне кажется, у меня это иногда по чуть-чуть получается. И они наши отношения с Наташей расставляют, выстраивают. Что касается обучения, я считаю, что нужно детей держать в том пространстве, где вам приятно самому. Чтобы вы... Вот я сейчас абсолютно не парюсь, где мои дети. Мне настолько это все равно. Я знаю, что с ними все хорошо. Хотя я своих детей сегодня не видел. Ну вот встал и ушел. Но я знаю, что у них все хорошо. Они могут быть сейчас на Дальменах, там где-нибудь на горе, вот там вот. Вот. Но я себя чувствую спокойно. И желаю, вот чтобы вы жили всегда так. Чтобы человек сам пошел к твоему другу, к дяде. И сам у него научился там в машине ковыряться, или в компьютере, или еще. Чтобы он сам выбрал. Выучить общеобразовательную программу очень просто. Для человека развитого это... Это в течение двух-трех лет они могут пройти все буквы, и все. Мой сын, оказывается, давно умеет писать. А я его там объяснял, ему... Объяснял ему буквы, зарисовали на компьютере, клацали. А получилось, был концерт у Олеси Алексеевич. И мы поздно приехали, пока разбегали, расставляли аппаратуру. Я с двумя детьми в институте. Институт какой-то был, кооперация в Краснодаре. И там внизу вахтерша. Говорю, дайте им в листочке, пусть сидят, рисуют, чтобы они там не разнесли вам все. И Любава рисует такие каракули. А Мирон написал, мама, папа, там еще какие-то слова. Сидит вахтерша, рассказывает, где какие буквы. Я, честно говоря, я офигел вообще. Я ему там что-то учу, его обучаю, он все знает. И когда его, говоришь, сколько будет 2 плюс 2, он делает такое тупое лицо. А когда мороженое идет покупать, он знает, сколько ему надо денег. Вот и все. Они сами находят все. То есть не нужно их ни в чем учить. Я считаю это вкратце так. По моей теме есть вопросы, вот конкретно сейчас. Вкратце я закончил. Беременность длится там, ну в среднем, 13-15 лет. В зависимости от, у людей, скажем так, южных, намного короче этот срок. Бывает до 9 лет. Девочки уже в 12 лет могут рожать. У людей северных, он иногда бывает там до 15 лет. Девочки могут рожать там только к 20 годам. Ну вы знаете, это все, это гормональные там дела, там и все дела. Такие вот, ну как варновые может быть там или национальные. Но это присутствует. В остальном нужно просто, что касается медицины, я уже свое отношение выразил. Я за медицину, за все достижения. Но однозначно, значит, вкратце в двух словах. Всех девочек, которые ко мне обращаются за родами, мы ставим на учет 100%. Всех. Они все получают карточки, они все, ну кому там вера не позволяет какие-то анализы сдавать, мы пишем отказы на все анализы. Кто может, допустим, кровь сдать или там мочу, ну сдают кровь мочу, чтобы хоть что-то было в карте. 100% отказываемся от УЗИ всегда. Вот. И время от времени они наблюдаются, ходят, посещают приемы. То есть таким образом, к моменту родов мы в любом месте будем приняты адекватно. У нас есть обменная карта, у нас есть все документы, родовой сертификат. И поверьте, родовой сертификат не просто такая бумажка. Они, врачи, за нее получают средства. То есть, когда вы родили сами, вы приходите, отдаете им родовой сертификат, они выписывают вам, ну как бы что, они вас осмотрели, помогли там, тра-та-та, и кладут родовой сертификат себе, и все равно получают деньги те, как будто вы родили в роддоме. Это нормально, абсолютно. Вам их на руки все равно не дадут эти 7 тысячниками. То есть вы не поступаете, не отбираете у них хлеб. Второй момент, который я хочу, чтобы вы знали по поводу медицины. Если вы внимательно изучаете законодательство Российской Федерации, вы поймете, что медицина – это сфера услуг. Представьте, что назойливого парикмахера, который к вам приезжает на дом, говорит, ты уже не стригся, уже 2 месяца не стригся, как ты можешь? Ну-ка беги бегом, бегом на прием, ты же умрешь, если не будешь стригся. Или прачка за вами будет бегать, или там какой-нибудь слесарь. Медицина – это сфера услуг. Никакая медицинская услуга по закону не может быть вам навязана. Единственное, что они могут, они могут вас предупредить от их задачи, о последствиях. Вы пишете им бумажку, что вы предупреждены, но в их услугах не нуждаетесь. Навязать вас, ловить там с милиции двери вышибать – никто не имеет права. Только в том случае, если вы себя ведете неадекватно, и если есть все основания утверждать, что вы ненормальный человек и угрожаете здоровью ребенка. Но если вы себя изначально ведете нормально, если вы с ними заранее пришли, познакомились, объяснили ситуацию, получили все необходимые бумаги, заранее написали все отказы, поверьте, никто к вам в двери ломиться не будет, к вам будет абсолютно нормальное отношение. Вы спокойно придете в роддом, спокойно дадите родовой сертификат, спокойно возьмете справку об осмотре, спокойно придете. Несмотря на то, что есть закон, который вам позволяет всего этого не делать, вам весь мозг высосут, скорее всего, в ЗАГСе. А как это, а что это? Люди шаблонно мыслят. А когда вы пришли на общих основаниях со справочкой, ну справочка чуть-чуть другая. Не то, что это самое, не выписка из роддома, а справка об освидетельстве медицинском, что вот эта женщина родила вот это дитя. Мы оформляли без таких справок двоих детей, одного со справкой. Поверьте, со справкой значительно быстрее и проще. То есть зависит не от глав врача, зависит только от вас. С каким настроением вы придете, с какими мыслями и с каким... То есть нет проблем. Мы ни разу не встретились никогда с проблемами. Хотя я знаю, что многим вышибают двери. И заставляют, и увозят в роддом, но это у вас в голове. И процесс взаимодействия, допустим, у нас сейчас в Геленджикском районе, совершенно спокойно вы можете приехать и рожать сами даже в роддоме. Если вы боитесь, вам дадут комнату, и никто вас не будет трогать. Не смогли, позвали, вам помогли. Смогли, пожалуйста, вперед. Могут приехать и ждать возле дома, и никто к вам не войдет. А можете просто позвонить и сказать, мы рожаем, если что, ждите. Если я принимаю роды где-то неподалеку, я всегда звоню. Или Мира Дляверовна, я поехал на роды, там такая-то ситуация, у женщины такая-то опухоль, там тра-та-та. Есть вероятность того, что мы часиком к восьми подъедем. Хорошо? Хорошо, все. Мы приезжаем, нам никто мозг не сверлит, там ничего. Вот здесь есть люди, если они появятся, они расскажут о своем опыте, как это бывает. По звонку, как хорошо относятся в роддоме. Потому что мы адекватные, у них нет оснований подозревать, что мы психи, что мы этого ребенка испортим жизнь. Вопросы? Потом. Кто еще хочет высказаться на тему? Ну вот, мне нет свидетельства, что вы в день родов вызывали. Нет, потом, потом. Вообще потом, через месяц, там, когда угодно. Свидетельство рождения можно выписывать в любой момент жизни. Вы можете в 60 лет прийти его выписывать, если вы не нужны. Да. Можете вообще без него жить. Конечно, конечно. То есть, давайте уже поактивнее. А, да. Хорошо, хорошо. Давайте Наталья, Олма. А, три минуты. Наташ, пока ты идешь, он скажет. Ну, сейчас я считаю про вещи потом. Вещи не убегут. У нас есть камера хранения, мы там оставим. Ну, все. Какая стол на ходу. Вот, говорится, что гость от Бога. И, знаете, а у нас в Чечне говорилось так, что враг в твоем доме лучший гость. Поэтому я вам не враг и не гость, а ваш друг. Но, пользуясь вот такой момент, в гости, я трое суток здесь. Сейчас они заканчиваются. Я просил бы вам за такой услуги. Если возможно, это ваше желание. У меня в 20 лет ушел сын из жизни. Пошел, повесился. Но сказал, что он мне поможет. Помощь, конечно, оригинальная, будем так говорить. Я, скажется, проглотил эту пилюлю. Но я ему дал условие. Через три года я тебя оттуда вызываю. Меняй свое тело, приходишь сюда опять в жизнь. Вот, заканчиваются три года. И сейчас я на пороге вот этого эксперимента. Я буду возвращать его сюда, на землю. Я в этом уверен. Ну, может быть, не сто, а двести процентов, что это сделает. Но раз вы все родители, отцы, матери, я хотел бы обратиться к вам с таким предложением. Пожалуйста, поддержите меня в этом эксперименте. Благословите меня на это дело. А я поделюсь с вами тем жизненным опытом. И покажу вам того чуда, которое пришло сюда. Таким образом. А чтобы тот бизнесмен знает, как дела делаются, я даю вам небольшую презенту или взятку. И тот, кто поймет меня правильно, пусть меня поддержит. Значит, у меня деревья, которые я восстановил в райском саду. Ну, возраст примерно от 60 до 100 лет. Яблони. Вот я вам привез сюда плоды, сушеные плоды этих яблок. И прошу взять каждого и попробуйте. Кому понравится вкус, пожалуйста, поддержите меня. Ну, что касается переселения душ, на самом деле это вопрос действительно интересный. И это все действительно существует. И если бы я это сам лично не видел и не знал и не сталкивался с этими процессами неоднократно. То есть, когда маленький ребенок, дед умирая, у моей очень близкого, очень у близкого человека, у которого все с головой в порядке, умирая, дед сказал, дом не продавай, я вернусь. И он вернулся в качестве ее сына. И в один из дней, когда только-только начал разговаривать, подходит к маме, маленький ребенок, и говорит, а ты же разве забыла, какой сегодня день? Он говорит, а что за день такой? Он говорит, у меня сегодня день рождения. Он говорит, ты что, Гоша, у тебя день рождения такого-то, такого-то? Нет, подумай хорошо об этом. Сказал и ушел. И потом она стала думать и поняла, что у деда день рождения в этот день был. Представляете? Такие вот дела. Это вот доподлинный факт абсолютно. Еще для закваски могу сказать, что даже в процессе беременности души могут местами меняться. Есть... Да, все нормально. Очень пониже. И в процессе беременности, и в процессе родов, да? В процессе родов могут меняться. Да, у меня был опыт, когда в родах ребенок умер после родов, и пришла другая душа в это тело. Так а что верить? Я это... У меня в руках, мне дают мертвого ребенка в руки, говорят, что делать? Я вижу, что он мертвый, что делать? Что делать? И вот это было вот такое состояние у меня, я вот не дай бог никому из вас пережил. И, видимо, что-то настолько воспротивилось, что получилось так, что с полей снялась душа, и мы знаем, с чьих полей, и чья это дочка получилась. И этот ребенок подозрительно, ну, как две капли, похож на отца, понимаете? Хотя это совершенно от других людей зачатый человек, и вот такие дела. Вот. И хочешь верь, хочешь не верь. Я могу сказать, что вот такая радостная нота у нас перехода. Очень много таких вот интересностей происходит, когда делают люди расстановки по Хеллингеру. Здесь есть специалисты расстановки по Хеллингеру? А по символдраме, по психодраме? Вообще психологи есть? Понятно, впервые нету. Есть, да? Вот мои визиточки, вот здесь вот, я ее изменила в этом году. С обратной стороны информация, сайт Арины, она проводит вебинары, замечательный вебинар был недавно, это аудиосеминары. Пожалуйста, потише, приятного аппетита всем, пожалуйста, потише. По зачатию ребенка, зачатию дитя, это было в конце августа. По поводу мужчины и женщины, Саша, чуть потише, пожалуйста. То есть, очень замечательный человек, у нее большой склад мудрости. Вот ее сайт. Дальше я перечисляю с сайта ювенальной юстиции, сегодня я скажу два слова по этому поводу. И вот третьим пунктом идет, всем рекомендую, кто действительно ответственно подходит к этому, пожалуйста, найдите специалиста расстановки по Хеллингеру. Там эта методика позволяет прожить ощущение своего рода. И когда мы расставляем и говорим с будущим ребенком, и этим методом могут воспользоваться те, кто никак не может зачать, у кого какие-то вопросы до сих пор, вот такие вот паузы по поводу беременности, там интересные очень моменты всплывают. Вот, ну, Саша как бы еще цветочки рассказал, по сравнению с тем, что можно. Я сейчас хочу быстро вот это показать и положить, и начать говорить. Если у кого есть мячик, пожалуйста, завтра на гимнастику приходите. С мячиком, ну, один на всех не хватит. Попросите, здесь дети могут быть. Мы вот этим мячиком ставим матку на место. Даже если матка повернута по своей оси, ну, вот как вот, градусы, это можно сделать. Там полотенце, мягкую подстилку и так далее. Значит, послезавтра будет семинар, и вот очень много вот таких вот образов перед зачатием беременности у родов я просто вам показываю. И по материнству я вас сориентирую. Это просто два листочка я принесла. Замечательная папка с раскрасками. То есть очень много творческого я даю людям до зачатия беременности у родов. Кто работает с образами, как можно больше образов они набирают на наших семинарах. Кому нужно подробно посмотреть тему завтрашнего моего доклада, мастер-класса авторской встречи, пожалуйста, подойдите, вы здесь почитайте. И последующего мастер-класса. Все они будут... Мы повесим на информационный стенд, на белый, где карта живая в фестивале. Нет, там негде вешать. Мы повесим на официальный стенд. Да не надо, там ее переделывать надо. Вот, потом замечательные раскраски перед зачатием тоже беременности у родов. Я просто вам показываю папки. Спокойненько подошли, спокойненько посмотрели. Вот. И я была в этом году в Днепропетровске, меня приглашали в конце мая, как раз перед днем защиты детей. И хочу вам сказать, если есть здесь Украина, прям отдельно ко мне подойдите. Вот кому не грозит ювенальная юстиция, это в Беларуси батька не даст. А вот нам сейчас нависла большая угроза. Значит, мне подарили вот эту книгу. Мой доклад в этом году на всех конференциях звучит так. Детский фашизм от акушерской агрессии до ювенальной юстиции. Есть люди, которые не знают на сегодняшний вот сейчас... Сейчас, что такое ювенальная юстиция? Поднимите, пожалуйста, руки. Вау. Значит так. Тогда ищите глазами объявления. Значит, я сделаю отдельно по ювенальной юстиции. Сейчас не тема сегодняшнего доклада, не сейчас. Хотя это и тоже туда, я скажу почему. Значит, один час я посвящу этому. Дальше. Послезавтра впервые я беру на себя смелость организовать закрытый женский круг, где будут обсуждаться только женские вопросы. Начиная от месячного цикла, заканчивая какими-то сакральными вещами. Мы недавно провели в Лазаревской на нашем фестивале. Очень был актуальный вопрос. Ищите жриц, ищите волхвинь, если здесь такие присутствуют. Пожалуйста, задавайте вопросы. Значит, мне нужно еще два человека, которые держали бы этот круг. Это будет отдельное объявление. И нам нужно немножко поговорить до того, как. Потому что это будет закрыто, и поэтому там много будет раскрываться чего-то, чего нужно нам знать вне мужчины. Дальше, значит, по поводу Днепропетровска. Итак, митинг состоялся. Вот такие листовки по поводу ювенальной эстиции. Можете подойти, почитать. В книге просто-напросто, на странице 25. Перечень, что может служить лишением родительских прав. Итак, чтение отложено третье, ждем осени. И наша задача, всех нас присутствующих, послать мощный энергетический мысленный поток, образ, чтобы ювенальная эстиция у нас в России не была принята. Иначе угроза стопроцентная всем детям. Я просто скажу два слова. Пойдете, почитайте. Либо тот, который сейчас мы посвятим ювенальной эстиции. Все те, кто рожали дома, у всех тех, у кого отказ от медицинской помощи, от молочной кухни, от прививок, все автоматически подпадают под решение родительских прав. Вопросы не ко мне. Вопросы здесь все, сайты я выложила на визитки с обратной стороны. Сейчас сайты просто горячие по всему миру, по поводу ювенальной эстиции. А этого не надо бояться, но это нужно знать. Как я говорю, моя задача профилактика. Моя задача скрыть этот пласт и обозначить. Но ни в коем случае вас не пугать. Вот, по этому поводу. Раз, дальше. Было два чтения, третье. Там больше всего будет шансов принять. Знаете почему? Потому что там бэби-бунт. Внимание, что такое бэби-бунт? Мы вам денежки дадим на вторых, на третьих детей. Вы их рожаете, а мы потом у вас и заберем. Забирают детей на органы, забирают, извиняюсь, как это мягко сказать, педофильные семьи за границу и по бесплодию за границу. Вот, теперь по поводу книг. Книги есть, я думаю, хватит на всех. За исключением вот только одна. Домашние водные роды. Вот те, кто собирается дальше заниматься этим серьезно, вот без этой книги никак. Чтобы знать полностью срез по нашей теме. Ищите у Радимира. Это крайний домик деревянный слева, у Радмира. Вот, он должен был привести Куровский. Как счастливо родить и воспитать дочь. Там есть обряды, я буду говорить. И точно так же вышел, та-та-та-та-та-та, сын. Вот, очень рекомендую прочитать эти книги. Вот, пожалуй, лучше на сегодняшний день в плане дочери и сына я не нашла. Вот, это книги три, на которые я опираюсь. Первая, и опираясь своих роженников. Большую дань, уважение и поклон низкий Светлане Бонаре Рождение в пространстве любви, хотя там есть свои недочеты, но тем не менее, это первая книга, которая взорвала мышление и сердца многих людей. Благодаря этой книге очень большая волна пошла. Вот, но там в основном только порода, в послеродовой период, там две страницы, и до зачатия нет. В этой книге, это моя коллега Духовная Кушевка. Вот, Светлана Миронова, я была у нее в этом году в гостях. Вот, замечательная книга-практику для всех родителей, абсолютно. И медиков, и немедиков, рожавших хоть троих детей. Это настольная книга. Там очень много практичного, коротко и ясно, и в конце рассказ обо мне. Теперь, в доказательстве о том, хорошая мотивация, чтобы не идти рожать в роддом. В конце книги, три листа назад. Итак, родить-чтобы не навредить. Четко приведены примеры того, что учебник Айла Мазяна, который был выпущен в 2000 году, и по которому обучаются все медики сейчас СНГ, начиная акушеры, просто акушеры-гинекологи, высшее образование, у них искусственно в рамках этой книги были сокращены все периоды родов. Вот представьте, по нашим лидическим традициям, женщина должна была родить до третьего восхода Солнца или до третьего восхода Луны. То есть почти трое полных суток. Это первородящие. Подчеркиваю, первородящие, первородка. Здесь в зале сократили периоды родов. Период сваток раз на 6-8 часов, 10-12. Период неактивных сваток, период активных посокращали. Период потужной сократили. Хотя раньше когда-то в классических учебниках, до военных у меня они есть. Было 4,5 часа, даже 5 часов. Это в норме считалось. И послеродовой период сократили до 15 минут. Вот как хочешь, выложись и положись перед ними. То есть женщину загнали в соревнования. Не уложилась? Будь добра, быстренько на стол. Подставляешь все места для уколов. Делается акушерская агрессия, выдавливание вплоть до кесарево сечения. Подробно о том, что происходит в роддомах, как себя обезопасить, что нужно знать. Об этом можно получить информацию на моем мастер-классе, который будет послезавтра в воскресенье. И вот замечательная книга «Акушерогинеколога и духовной акушерки». История родов женщины, которая выложена в интернет, освещена с точки зрения трех позиций. Всемирной организации здравоохранения, наша российская акушерская организация. Она, оказывается, отличается от всемирной организации. У нас своя свольба, у них своя свольба. И с точки зрения духовного акушерства. Я считаю, что если после этой книги у женщин ничего в мозгах не изменилось, то уже, наверное, больше не надо ничего читать. Ни Светлану Бондарь, ничего остального. Не надо вообще не слушать ни меня, ни Саши, ни других. Вот есть такие женщины, которым ничего не докажут, к сожалению. Большой акцент я ставлю теме абортов и проблеме бесплодия. То есть как сделать, что бесплодия нет, что с ним делать на сегодняшний день. Вообще, как бы тема родов, которыми я занимаюсь, это одна из тем, которых я занимаюсь. Поскольку мой основной девиз – это такой. Я буду вечно прославлять ту женщину, чье имя мать. Я всегда защищаю женщин. И особенно сейчас на женщины очень большая агрессия. То есть наши славяне выступают о том, что они не только ищут девственницу, но они, оказывается, ищут девственницу, которая не инструирует. Так вот это унижение женщин, это ее оскорбление. Нужно правильно относиться к этому с нашей точки сегодняшнего зрения. Поэтому это подробно будет завтра на авторской встрече со мной. Тема завтрашней встречи – это возрождение мочеполовой системы старорусской традиции. И я доказываю, почему нам нужно сохранить цикл, но как правильно вести этот цикл. И что за этим стоит? Так вот, очень много ошибок у сыроедов. Главное, интересно, что там, в Питере, я их защищала. Представьте себе, что сыроедов за границей в роды домашние не берут. Дальше. После 36-й недели, если они обратились, их в роды не берут. Если женщина перенашивает плод после 42-й денег, в роды не берут. Ну вот представьте, то есть у меня бы уже одна треть, наверное, уже бы рожеников мы не имели бы права брать. То есть наше западное акушерство очень намного шире, лояльнее, многограннее, чем западное акушерство. Но наша задача соединить все акушерство, западное, наше славянское, российское, знание тибетское, знание китайское, японской медицины. Вот замечательно, домашний ребенок, вот в двух местах был журнал. Посмотрите, была конференция в начале июня. Собирались в Мидвафере и Доулы, это те женщины, духовные акушерки, которые приехали за границу и поделились своим опытом. Замечательное средство, оказывается, просто им вот низкий поклон. Как справиться с кровотечением? Японская система. Где бы мы еще это услышали? То есть не надо бояться кровотечения, нужно знать. Вот мужчина выступал, где он передо мной ушел, наверное, да? Вот женщина боялась кровотечения, поэтому уехала. Очень многие на самом деле уезжают, к сожалению, в роддома только из-за этого. Боиться этого не нужно, нужно просто знать и следить. Как выливается, спринцовка собираете и делаете ректально. Ректально опять всасывается. Получается, кровообращение, круг кровообращения выливается, всасываете. Но акушерка должна знать акушерский прием. То есть зажать матку и смотреть, как. И я вам просто рассказываю одну восьмую часть, как справиться с кровотечением. Но с ним, говорю, официально заявляю, с ним можно справиться, с ним нужно справляться. Вот. И нужно знать это до, то, 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 как, а не во время, желательно. И вот та пара сварга-пречистая по Суворовой Марине, которая ушла, это не халатность их, а просто, даже я не знаю, как сказать, она умерла через три минуты практически после родов. Потому что не увидели, не отследили, как матка отозвалась на сокращение. Она никак не отозвалась. Поэтому сосуды все не сократились и открылось мощнейшее кровотечение. Она просто ушла легко, легкой смертью. Она просто уснула. Вот и все. И они рожали сами, хотя вот один дом, второй. Была Наташа, трое детей домашних родов. То есть могли бы просто вот... Они бы все равно не справились, потому что это рок. Понимаете, это карма, которая астрологически подтверждается. Она приняла карму матери. Но это долгая история. Поэтому я всем убедительно прошу, пожалуйста, обратитесь к астрологу. У меня есть замечательный астролог. И только благодаря наличию астральной карты. И когда вам даст благословение и духовной акушерки, астролог, и вы посмотрите, когда зя зачинать, а когда нельзя зачинать, я за то, что самые главные две точки это точка зачатия и точка рождения. Это точки невозвращения. Их нельзя никуда не сдвинуть, не поставить на паузу, понимаете, как-то там не изменить. Это обман. Вот давайте называть вещи своими именами. Вот. И у нас практически 95% честно признаемся, что мы с вами, к сожалению, неосознанно зачатые. Это пословица сюда «Незваный гость хуже татарина». Поэтому я за осознанное зачатие, по возможности, конечно, и я за осознанные подготовленные роды. Вот. Ну, это новая книжечка, которая вышла. Я слушала внимательно Сашу, и у меня прям буквально по пунктам, что бы я хотела добавить сейчас. Можно акушерки упрекать мужчину в том, что он не рожал. И тем не менее, благодаря таким светилам, мужчинам, как Мишель Аден, Фредерик Лебае, Игорь Борисович Черковский, Ламас, Саша Александр Наумов, книжку я вам показывала, Декрит, и еще там их около 10, благодаря этому очень сильное движение на мужской любви к женщине, на мужской любви и отношения к детям пошло движение возрождения опыта водных домашних родов. Потому что то, что может сделать мужчина, к сожалению, мы, вот с повитухи, у нас другая цель и задача. И поэтому нужно отдать дань тем, кто это делает, кто это продвигает, и нужно отдать дань тем, кто принимает роды. И неважно, потому что душа самое главное, а домик для души — это тело мужчины или тело женщины. Самое главное — результат. Тот результат, который вы получаете. Бесполезно, например, говорить женщине, что если она не рожала, она не имеет права принимать роды. Кто об этом сказал? Раньше, когда все рожали по 12 детей, была выборка. И это было обосновано эпидемически, это было исторически обосновано. Сейчас совершенно время другое. У вас есть выбор. Родить сакушерка, которая не рожала пока ещё и не попасть в роддом, либо начать сольные роды, но отказавшись от той акушерки, которая не рожала, уехать в роддом. Вот всегда должно быть здравомыслие. И вот эти качели должны быть у вас внутри. Почему я говорю, что присутствие желательно акушерки рядом? А потому что успех домашних родов заключается от самого начала действия свадки, заканчивая рождением головочки, деточки. Зависит о том, что очень важно, чтобы женщина была расслаблена, и чтобы у неё активно обрабатывал задний мозг, окситоцин, гормон окситоцин, гормон любви. Если акушерки нет, а я опрашивала около 40 женщин, которые рожали сами, почему у них роды затянулись, мы анализировали. Потому что, говорит, никого нет, я тревожна, я беспокоюсь, а в это время вырабатывается гормон адреналин. А гормон адреналин автоматически гасит, подавляет гормон окситоцин. И были очень доказательны эти случаи, что я далеко, я еду с одних родов на другие. Как только я приезжаю, всё, идёт раскрытие, женщина расслабляется, потому что у неё чётко в коре головного всё, помощь есть, я ушла, я дело сделала, подготовила всю ванну, я ушла. И тут же пошло раскрытие. Сколько раз такое было? У нас совершенно другая, папа другой, то его типы, они вместе друг друга, давай бояться вместе, да? А то тут всё, я приехала, а это действительно это заражение. А всё элементарно просто. Я сейчас вам объяснила законы физиологии. Наша задача, если всё проходит хорошо, наша задача, чтобы это хорошо и сохранилось. Но самый ответственный момент, там ребёночек лежит, забирает, это когда головочка начинает рождаться, подружной период, это самый ответственный момент. Именно здесь нужно выброс адреналина, чтобы женщина родила, и нужно поддержать эту женщину. И неважно, рожала акушерка или не рожала, потому что, во-первых, если она рожала, то она, если она рожала в страхе, то она невольно, этот страх, к сожалению, она излучает, эта память её присутствует. Если сравнить нерожавшую акушерку и рожавшую, у нерожавшей нет страха, потому что она ещё не рожала. И у неё больше мыслей, помощи женщины, больше открытости, а та невольно ещё раз проживает свои роды. И в конце концов, и не это важно, и не это важно, а важно предыдущий опыт накопления. Я уверена в том, и я буду доказывать это и оспаривать, что те, кто придёт на тропу духовного акушерства, просто так не приходят. Сюда просто так никого не допустят, потому что это очень важные сакральные вещи. Вот я говорю, не знаю, как у вас у меня мурашки по телу идут, буквально от кончиков пальцев до волос. Это сакральные вещи, это таинственные вещи, это таинство, это то, нужно быть не только поведухой, нужно быть берегиной, нужно быть большой матерью, нужно охранять, нужно любить, нужно излучать. И нужно вот эти потоки, которые мешают, как-то в родах что-то сопротивиться, а желающих помешать очень много, вот нужно их раскручивать, нужно их раскрывать и помогать женщине. Так вот наша задача, создать пространство любви, разогреть женщину, раскрыть её, расслабить. И бывает, больше приходится работать с папой, чем нежели с мамой. Мамочке что-нибудь там сказал, да, посмотрела её, погладила, папа начинает типать. А я представляю, что бы было, если бы не было у меня. Понимаете? Я не защиту себя. Я опять же говорю, я не могу вставить вам свой опыт и увидеть. Даже то, что я рассказываю, это одна сотая часть того, что происходит на самом деле. Вы чувствуете, вот больше чувствуете. И если сомневаетесь, то не верьте вообще. Если у кого идёт, то принимайте этот поток. Так вот самое главное, это наработанные прошлые воплощения. И это может доказательством быть, астролог. У меня уже около было, вот две недели назад, это был одиннадцатый астролог. И все одиннадцать астрологов доказали, что я занимаюсь своим делом. Притом пять свидетельств того, там планеты стоят должным образом. Если здесь есть астролог, пожалуйста, подойдите, я вам позволю посмотреть мою натальную карту. Вот. И я уверена, что все духовные акушеры, которые, не важно, мужчина, женщина, это не важно, это тело души. Самое главное, потенциал, с которым мы идём в роды. Самое главное, цель и задача, что мы хотим на самом деле. Поэтому даже если всё будет хорошо, и мы всё равно должны рядом, в противоположной комнате быть, на краю дома, чтобы и дальше было всё хорошо, потому что роды ещё не закончились. Рождение ребёнка, это ещё не окончание родов. Рождение плаценты, вот где окончание родов. И очень многие пары, где-то 20-30% спотыкаются на рождение плаценты, потому что это нерешённые проблемы, инфекционные, это БПП, болезнь, не передающаяся половым путём, это сниженный тонус матки, поэтому нужно на гимнастике, поэтому нужно ставить хару, поэтому нужно таз ставить на место. В общем, я вам сейчас скажу, поэтому, 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 поэтому. Я вам ничего сейчас не скажу, пока вы это всё не испытаете на себе. Вот, поэтому я, ещё раз поэтому, да, а вот когда вы родите хорошо с акушеркой, когда передан этот опыт, понимаете, как бы я папу не учила, Анатолий, промежность нужно делать вот так вот, между сваточками, когда головочка идёт. Он делает, но он всё равно не сможет так сделать. Вот Анас они хорошо держат, глаза там смотрят, ласкают, я не могу заменить папу, но есть то, когда я не могу заменить папу, есть то, когда он не может меня заменить, как бы он хорошо не прошёл акушерский ликбез, понимаете, а минимум акушерского ликбеза я обязательно прохожу с моими папами, потому что наступает критическая ситуация реанимации ребёнка, и здесь нужно включаться быстро, и здесь нужно буквально вот каждая секунда на вес золота, здесь нужно настолько быстро всё делать, понимать с первого взгляда, я посмотрела, он тут же схватил, побежал быстро, потому что здесь идёт отчёт на секунды, понимаете, это вот та ситуация, когда даётся, в принципе, самое больше 40 минут, и вот душа может смениться за 40 минут, лучше, чтобы она не менялась. Вот здесь вот вся ответственность на акушерке. Как бы я папе не объясняла реанимацию, а она бывает примерно раз на четвёртые роды, каждые четвёртые, пятые роды, реанимация от минуты, в моём опыте была до 6 минут, но эти 6 минут, вы знаете, как они кажутся? Они кажутся вечностью. И я не я в это время, вот я не помню себя в это время, вот часто, потом мне рассказывают, какая была, что я делала, что говорила, я понимаю, что если бы не я, то роды бы запоролись, ребёнок бы ушёл в мир иной. А за что? Только из-за того, что родители пренебрели акушерским опытом, опытом повитухи. У вас есть выбор, всегда есть выбор. И из двух зол нужно выбирать наименьшее. Поэтому ещё раз подтверждаю, я за прошлые наработки, я за предыдущий опыт. Прежде чем начать в этой жизни быть повитухой, духовной акушеркой, нужно несколько воплощений, как минимум, чтобы было наработано. Невозможно, как и научить стать волхвом в этой жизни, невозможно научиться быть акушеркой. Понимаете? Есть такие вещи, которые не научишь. Можно прочитать, можно рассказать, что-то дать в плане родов. Но есть такие вещи, которые передаются только из уст в стае, которые нужно видеть и наблюдать. А вот потом мои пары, очень часто, я же по России мотаюсь, я иногда не могу приехать, принимают роды уже, имея опыт, как это было всё. Вот тогда они благодарностью вы нас научили рожать. Я понимаю, что я не могла их научить, просто я передала вот эту колею. Вот так с этим. Дальше, по поводу кошки я вспомнила. Мы были в Лазаревской, буквально мы приехали. И, значит, торговое место, ну, примерно так же, как здесь. И я ушла на свой семинар, который был 3 часа, и прихожу, и беременная кошка, которая вокруг меня ходила, даже Ратмир сказал, ну, она тебя и здесь найдёт. И вот буквально полнолуние же было, я думаю, ну, это солнце, я говорю, я уеду, не смогу тебе помочь. Она посмотрела, ну, типа, ладно, справлюсь сама, не первый раз. Что вы думаете, лежали мои сумки, она легла на мои сумки, вот, где с книжками, там, с ребёнком, вот эти вот. То есть, удивительно, торговое место, площадь большая, ну, иди куда-нибудь в другой. Нет, она обязательно пришла, то есть, что-то такое наполняется. И таких вещей я могу много рассказывать, просто я вот сейчас кошка, кошка у меня как-то всплыла, вот буквально недавно. Вот. Дальше. Итак, когда они, это кушерки, больше шансов у женщин, впасть сомнения, снизить оксистацин, поднять адреналин. А это и есть остановка родового процесса. Вот. Я подчёркиваю, первородящие, когда у вас проходит первый хорошо, второй можно по звонку, но также нужно подготовиться и проделать работу над ошибками. Проделать работу над ошибками. По поводу денег я не согласна, но я сейчас не буду обсуждать. Вот. И не согласны, что духовное кушерство наказание — это счастье, это благо, это посвящение. Я вам все желаю, чтобы вы хотя бы один раз в жизни увидели глаза родившегося ребёнка. Вот он выплыл, он поворот делает и сразу смотрит на меня из-под воды вот такими большими голубыми глазами, а он легко открывает в воде, потому что там водочка подсолена, водный солевой раствор, хорошая концентрация. Ему легко открыть. Вот такие глаза Бога. И вот забываешь, а всё, а что дальше ты делать? И ждёшь эту минуту, и он посмотрит так, понятно, кто роду принимает. Родителей не видно, а родители пошли немножко подальше. Вот. А первое, получается, я. Так вот, вы знаете, как этот взгляд Бога нужно на себе выдержать? Ой-ой-ой. Вот включается такое. Вообще не знаешь, кто рождается. У меня такое ощущение, что я рождаюсь каждый раз, когда вот эта встреча с Богами происходит. Вот. Вот. Поэтому для меня это счастье, это радость, и я благодарна Богам, что они мне открыли этот путь. И ни в коем случае не наказание. И, кстати, по поводу наказания я искала ответ у астрологов, нет. У меня есть немножко кармическое дикачение по поводу этого, по отцовской линии, там несколько поколений. Но пять планет, это очень много, подтверждает, что я на своём месте. Все вопросы к астрологу есть. Я ещё не закончила, подожди. Я могу подтвердить, что она на своём месте, конкретно. Вот у нас был случай, когда обратились, для меня это был первый опыт принятия родов у просто людей обычных, которые вообще ни книг не читали, ничего. Там мама курить бросила во время родов, там типа того. Он мне не говорил тогда. Ну, в общем, она мне не сказала, что лежала на сохранении, а лежавшая на сохранении женщина практически стопроцентная операция после родов. Потому что им сохранение, гормона, а не превращение плаценты. Приращиваться плацентов, в общем, в итоге мы рожаем всё. Там в итоге это были не роды, а там целая психо-психо-психо расстановки там, и всё в куче. И со слезами, и с соплями, в общем, они родили, и я чувствую с плацентой полная засада. И думаю, ну что делать, или в больницу, или самим. Звоню Наташе, и мы с Наташей на пару там... А Наташа была... Да, Наташа была вообще... В этом месте. В этом месте. Приехала, и мы просто тётку спасли, фактически, вот, ну, у неё были шансы там ласты склеить все. Вот, но Наташа оказалась в том месте, в то время, и при том, что мы, да, слава богам, у нас много вещей, в чём антиподы относительно родов, просто антиподы, А мы разные, мы имеем право быть разными. Вот, но, однако, мы делаем одно дело, в общем, мы дружим, и друг другу помогаем всегда, и советом, и добрым словом, и злым, иногда там возмущённым таким, а-та-та, нельзя так делать, да, но мы в одной тарелке, и вместе с вами. Наташенька, я тебя очень люблю. Ты на своём месте. Два года назад выгнал меня со сцены, не дам говорить, уходи отсюда. Вот, я продолжаю. Не переживайте, те, у кого сейчас нет детей, скорее всего, козерог у вас так стоит, и у вас поздние детки. Обратитесь, пожалуйста, к астрологу, и нет хорошего, подойдите ко мне, я вам дам. Нельзя, я не согласна с тем, что если мы негативно мыслим, значит, мы эти негативные мысли получим. Если бы так было. На самом деле, вы же заметили давно, что нет, с точностью всё до 100%. Есть то, что мы получаем негативно, но мы совершенно об этом и не думали. Так вот, подготовка к родам, это подготовка к разным ситуациям, и роддом, и домашние, и самостоятельные, и без акушерки, потому что я бываю на других родах. А моя задача так их подготовить, что если у меня будут старые роды, чтобы они хотя бы по телефону отследили, как что проходит.